МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Военный комиссар Воронежской области рассказал об итогах осеннего призыва 2023 года. В 2023 году у Воронежской области произошло более 28 тысяч преступлений. В Воронеж вернулись морозы. Что ждет нас дальше? В Воронеже состоялась церемония возложения венков и цветов, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США. Министр обороны США Ллойд Остин выступил в среду по видеосвязи перед контактной группой по вопросам обороны Украины, где подтвердил поддержку Киева со стороны Альянса и пообещал, что США и около 50 стран глубоко копнут, чтобы обеспечить постоянную поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Остин также выразил благодарность странам, возглавляющим коалиции возможностей для создания будущих артиллерийских сил Украины. Это означает оснащение Украины самолетами Ф-16 и инфраструктурой для поддержания их в воздухе, а также обеспечение Украины интегрированной и многоуровневой сетью противовоздушной обороны, добавил он. Комментарии Остина прозвучали в тот момент, когда многомиллиардный пакет помощи Украине от Вашингтона ожидает одобрения Конгресса. Ранее законопроект был заблокирован республиканцами в Сенате после призывов к выделению дополнительных средств на обеспечение безопасности внутренних границ. Египет. Президент Турции Раджептай Пардаган прибыл в среду в Каир, что стало его первым официальным визитом в Египет за более чем 10 лет. По прибытии в аэропорт его тепло встретил президент Египта Абдельфатах Эль-Сиси. По сообщениям СМИ, главным вопросом повестки дня было обсуждение кризиса в секторе газа, что подчеркивает важность региональной стабильности и сотрудничества в решении насущных проблем. Президент Турции Раджептай Пардаган выразил оптимизм по поводу новой эры сотрудничества между Турцией и Египтом. На совместной пресс-конференции с президентом Египта Эрдоган отметил важность связей между двумя странами, подчеркнув общее стремление поднять двусторонние отношения на новую высоту. Затронув ключевые области сотрудничества, Эрдоган рассказал о планах по увеличению объемов торговли и инвестиций между Турцией и Египтом. Кроме того, обсуждалось сотрудничество в области обороны, энергетики, туризма, образования и культуры, что отражает комплексный подход к двусторонним отношениям. На встрече также обсуждался гуманитарный кризис в секторе Газе. Эрдоган осудил израильские авиаудары и призвал к прекращению насилия. Извержение вулкана Сакурадзима произошло в юго-западной японской префектуре Кагасима на острове Кюсю. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии. По сообщениям, извержение носило взрывной характер и произошло в кратере Минамикаде. Столб пепла и дыма поднялся на высоту 5000 метров. Камни из густки лавы разлетелись на 1300 километров. Людей предупреждают о риске выпадения пепла как вблизи вулкана, так и вдали от него из-за ветра. В районе вулкана действует третий по пятибальной шкале уровень опасности. Вместе с тем, метеорологи предупреждают о риске продолжения вулканической активности. Сакурадзима – один из самых активных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно. Он расположен на полуострове в заливе рядом с крупным городом Кагасима. В 2023 году вулкан извергался в июле и декабре. Индонезия. Кандидат в президенты и бывший губернатор Джакарте Аньес Басведан проголосовал на избирательном участке номер 60 в столице Джакарте в среду, когда в стране стартовали всеобщие выборы. Около 205 миллионов человек будут голосовать за нового президента, вице-президента, народное консультативное собрание, состоящее из палаты представителей, сената и членов местных законодательных органов. В президентской гонке участвуют действующий министр обороны Прабова Субианта и два бывших губернатора Аньес Басведан и Ганджар Паранова. Президент Джока Видода занимает свой второй и последний допустимый срок. По неофициальным данным, Субианта лидирует на президентских выборах в Индонезии с более чем 55% голосов. Его предвыборный штаб заявил, что уверен в абсолютной победе. Для победы на выборах кандидат должен получить более 50% голосов. Если никто не преодолеет этот порог, 26 июня будет проведен второй тур выборов между двумя лучшими кандидатами. Объединенные Арабские Эмираты. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду открыл первый индуистский храм в Абу-Даби. Бабс Хинду Мандир – первый построенный из камня индуистский храм на Ближнем Востоке и самый большой в Объединенных Арабских Эмиратах. Он расположен в Абу-Мурейхе, примерно в 40 километрах к северо-востоку от Абу-Даби. Власти Эмиратов утверждают, что площадь грандиозного храма, построенного из розового камня, составляет 55 тысяч квадратных метров. Колонны здания увенчаны семью шпилями для каждого из шейхов, правящих Эмиратами. Сооружение было построено БАБС Международной религиозной организации, созданной в 1905 году. Франция. В среду апелляционный суд Парижа постановил, что бывший президент Франции Николай Саркази виновен в незаконных расходах на предвыборную кампанию во время неудачного переизбрания в 2012 году, что соответствует предыдущему вердикту, вынесенному судом низшей инстанции. На кадрах видно, как толпы журналистов ждут у здания суда, когда 69-летний Саркази покидает зал вместе со своей юридической командой, не комментируя приговор. В сентябре 2021 года Саркази был приговорен к одному году тюремного заключения по так называемому делу Бегмалиона. Дело связано с обвинениями в том, что он сотрудничал с PR-компанией, чтобы скрыть истинную стоимость своей перевыборной кампании 2012 года в результате превысившей лимит расходов. Принятое в среду решение апелляционного суда подтверждает вину Саркази, но сокращает срок наказания вдвое. Шестимесячный тюремный срок может быть отбыт не в тюрьме, а другим способом, например, с помощью электронного браслета. За время своего президентства с 2007 по 2012 год Саркази столкнулся с целым рядом юридических проблем, включая обвинения в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении влиянием и нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Бывший президент возглавлял Францию с 2007 по 2012 год, став вторым президентом в истории страны, осужденным за преступления после Жака Ширака в 2011 году. Новости ближнего зарубежья. Казахстан. Ракета-носитель «Союз-2.1А» вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26». Следует из трансляции Роскосмоса. Ожидается, что полет до МКС займет около двух суток. Стыковка с модулем «Звезда» намечена на 9.12 по московскому времени в субботу. Ракета-носитель «Союз-2.1А» с кораблем «Прогресс МС-26» стартовала 15 февраля в 6.25 по московскому времени с космодрома Байконур. Это был первый запуск корабля «Прогресс МС» в текущем году, а также первый пуск с космодрома Байконур. «Прогресс МС-26» доставит на МКС 2518 килограммов грузов, среди которых 580 килограмм топлива до заправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограмм сжатого азота в баллонах. В грузовом отсеке корабля 1478 килограммов различного оборудования и материалов, еда для экипажа, предметы одежды и материалы для научных экспериментов. В частности, на станцию отправится укладка для эксперимента «Перспектива КМ», которая представляет собой конструкцию из полимерных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят ее на малом исследовательском модуле «Поиск» в рамках одного из предстоящих выходов в открытый космос. Кроме того, корабль доставит укладки для научных работ «Фуллерен» – выращивание кристаллов «Фуллерита» в электровакуумной печи. И «Орбита МГ» – отработка технологий контроля техсостояния герметичных оболочек космических кораблей и станций. Также по сообщениям, грузовой корабль доставит на станцию шоколадные конфеты с натуральным составом, сделанные на фабрике «Красный Октябрь», специально для командира отряда космонавтов Олега Каноненко. «Прогресс» также доставит на станцию подарок для космонавта Николая Чуба от его семьи. Новости России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в Москве в среду назвал беспочвенной какую-либо обеспокоенность из-за закона о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации. В среду президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Ранее документ находился на рассмотрении Федерального собрания России. Государственная Дума одобрила принятие нормативно-правового акта 31 января 2023 года, а Совет Федерации – в среду 7 февраля. Согласно закону, конфискации будет подлежать не все имущество осужденного, а лишь полученное в результате совершения преступления или использованное против безопасности России из корыстных побуждений. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в Москве в среду заявила о почти трех миллионах человек, подавших заявки на участие в онлайн-голосовании на предстоящих выборах президента Российской Федерации. На сей момент у нас уже подано 2 миллиона 915 тысяч заявлений, а 2 миллиона 175 тысяч – это на дистанционное электронное голосование. Из 28 регионов, подчеркиваю, потому что в 29-м Москве заранее подавать заявления не надо, там идет уже свой отчет. Кроме того, глава Центра избиркома прокомментировала иски в Верховный суд РФ выдвиженца от фракции «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина, которому ранее комиссия отказала в регистрации. По словам Памфилова, ряд СМИ обсуждает не то, как Надеждин выполнил требования и нормы ЦИК, а дадут ли свыше команду его зарегистрировать или не дадут. Меня поразило то, что вот у западноориентированной либеральной публики, такое большое ее части, и это мы видим в прессе, которые как бы радуют попублично за права, за свободы, за законы, за нормы, абсолютно пещерное правовое сознание. Вот вы все, вот тот ажиотаж информационный, который сейчас, он сейчас и будет дальше сопровождать Бориса Борисовича. Ведь что в основном обсуждается, если почитать так называемую оппозиционную публику? Обсуждается не то, выполнили ли он правильно все нормы, все требования. В основном ведь на этом акцент не делается, а на чем? Ага, дадут там свыше команду его зарегистрировать, не дадут. 2 февраля ЦИК России сообщила, что нашла в подписных листах Надеждина ошибки. 8 февраля по итогам проверки комиссия отказала Надеждину в регистрации. В среду Надеждин в Телеграм-канале сообщил, что подал Верховный суд РФ два иска об оспаривании нормативных актов Центра Сбиркома, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов. В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старобойт в Телеграм-канале. На месте происшествия по повышенному номеру работают пожарно-спасательные подразделения ГУМЧС России по Курской области и аварийно-спасательные службы Комитета региональной безопасности Курской области. Благодаря профессионализму специалистов удалось не допустить распространение огня. Для тушения привлекаются пожарные поезда. На месте работают 165 человек и 35 единиц техники. В центре Москвы на Пушкинской площади утром в четверг загорелись постройки на территории реконструируемого комплекса «Известия-холл». Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Его потушили к 4 минутам 11-го. Само здание «Известия-холл» не было повреждено огнем. Информация о пострадавших не поступала. По данным МЧС, огонь захватил три неэксплуатируемых строения внутри двора на территории комплекса. Первоначально сообщалось, что площадь пожара 800 квадратных метров. Затем она выросла до 1500 квадратных метров, на которой была локализована. Впоследствии открытое горение ликвидировали и потушили пожар. Как сообщили в оперативных службах, у одного из строений обрушился металлический купол. О причинах возгорания официально не сообщалось. Прокуратура Москвы начала доследственную проверку по факту пожара. На месте ЧП работает исполняющий обязанности Тверского межрайонного прокурора Николай Чекашкин. Режим чрезвычайной ситуации ввели в станицы Грушевской Ростовской области из-за паводка, вызванного потеплением и разливом рек. Об этом сообщили в администрации Оксайского района. Пострадавшие от паводков жители станицы рассказали, что вода подошла близко к домам. По данным администрации Оксайского района, в результате непогоды под водой оказались 31 двор домовладений, 25 огородов в территории детской и спортивной площадки. В настоящий момент спасатели откачивают воды с территории приусадебных участков и подвальных помещений. Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин отметил, что уже восстановлено более 3100 объектов электроснабжения. Отключенными остаются 30 тысяч потребителей в 56 населенных пунктах. В подмосковном поселке Томилино сотрудники полиции и ГКУ МО «Мособлпошспас» спасли собаку, которая несколько дней была заперта в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России в среду. На кадрах рабочие в присутствии правоохранителей вскрывают дверь и вызволяют питомца. Животное длительное время находилось в запертой квартире в поселке Томилино. Сейчас стражи порядка ищут владельца собаки, которая, по словам соседей, несколько дней не появляется по месту проживания, говорится в сообщении. В пресс-службе МО «Мособлпошспаса» рассказали, что местные жители обратились к спасателям после того, как несколько дней слышали жалобный лай животного из квартиры. По информации главы городского округа Люберца Владимира Волкова, сотрудники администрации отвезли собаку на обследование в ветеринарный центр. Ее осмотрели и передали волонтерам. По словам соседки хозяина, спаниеля Анны, жильцы дома несколько дней звонили спасателям, которые отказывались вскрывать дверь квартиры в отсутствие хозяина. Анна добавила, что мужчина переехал в дом в январе и впервые оставил питомца одного на долгое время. Да, он выпивал, но никогда не паянил, не дрался, всегда был вежлив, всегда здоровался, никогда за ним ничего, не гостей у него никогда не было. Как он был? Вот и собаку. Собаку он хорошо смотрел, но то, что да, она грязная, там не убрана, но куда у нас нет? Опять шесть раз в день, и всегда она была наполненная. Начальник территориального управления Томилина Октябрьский заявил, что спаниель останется в новом доме, если правоохранители не найдут его владельца. Новости нашего региона. Военный комиссар Воронежской области рассказал об итогах осеннего призыва 2023 года. Норма призыва в регионе перевыполнена на несколько процентов. Во время осеннего призыва на военную службу на комиссии для проверки документов и здоровья пришло более 9,5 тысяч жителей региона. В части было отправлено 1059 человек, что, по словам военного комиссара Воронежской области, превышает установленную Министерством обороны норму на 4,3%. Сейчас военкоматы ставят на воинский учет граждан 2007 года рождения. Их в области более 10 тысяч. В Воронеже вынесен приговор по делу о картельном сговоре. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы России. В 2023 году антимонопольщики выявили картельный сговор между тремя организациями, которые участвовали в аукционах на поставку в больницы и школы продуктов питания. Сумма контрактов, заключенных в результате антиконкурентного соглашения, составила более 52 миллионов рублей. Участники картеля были оштрафованы на 3 миллиона 736 тысяч 720 рублей. А материалы проверки направлены в Следственный комитет, где расследовалось уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции». Суд назначил одному из руководителей компании участника сговора 5 лет, 8 месяцев, лишение свободы условно и штраф в 300 тысяч рублей. Управлением ВД России по городу Воронежу состоялась встреча с представителями СМИ, посвященная вопросам профилактики преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий и дистанционных мошенничеств. Анализ криминогенной обстановки в Воронеже и Воронежской области свидетельствует о росте преступлений, совершаемых с использованием новых современных технологий. За 2023 год зафиксировано 9700 преступлений. За аналогичный период в 2022 году зафиксировано 7794 преступления. В результате совершенных преступлений потерпевшим причинен ущерб на сумму более полутора миллиардов рублей. В январе текущего года зафиксировано 899 преступлений. Причиненный ущерб составил 100 миллионов рублей. Количество поступающих звонков нашим гражданам можно считать, но я думаю, что здесь присутствующие, каждому когда-то поступал звонок. Просто мы понимаем, да, осознанно понимаем, что нельзя разговаривать с мошенниками. Но есть люди, которые страдают одиночеством, они одиноки. По какому-то моменту они легко поддаются убеждениям. Мы каждый день видим, что пожилые люди – это основной блок, который у мошенников стоит первоочередной задачей именно по изъятию денежных средств. Но не только пенсионеры становятся жертвами злоумышленников. Сейчас участились случаи обмана населения в возрасте от 30 до 50 лет. Для этого мошенники стали активно использовать интернет, а также различные мессенджеры. Для жертв разыгрывается целый спектакль с целью дезориентировать человека. Полицейские акцентируют внимание, что злоумышленники могут рассказывать о якобы проводимых рекламных акциях, присылать сообщения о блокировке банковских карт, представляться сотрудниками пенсионного фонда, правоохранительных органов, социальными и банковскими работниками. Задача одна – получить реквизиты вашей карты для дальнейшего вывода средств. Нужно вывести из нормального равновесия потерпевшего и заставить его работать под тематикой инструктажа. Все понимают, что первоначально это стрессовая информация, человек выходит из обычного состояния, и дальше он просто понимает, что случилась беда, и нужно выручить своего родственника. Зачастую потерпевшие в этой ситуации, вот насколько они введены в возблуждение, они даже не могут задать вопрос, спросить имя своего родственника, который попал в беду. И мошенники не называют это. А если человеку немножко взять паузу, хотя бы минутную, и задать вопрос, плачущая девушка или рыдающий парень, который звонит, который представляется якобы племянником или кем-то, а как вас зовут, представьтесь, даже имя зачастую мошенники не могут назвать. Мошенники бьют по самому больному, играют на чувствах людей к близким и родным людям. Участились случаи, когда жертвы звонят на домашний телефон под предлогом помощи близкому, попавшему в беду. Аферисты также предлагают перевести денежные средства под предлогом приобретения криптовалют и оказания помощи участникам СВО. В условиях дезориентации и невнимательности многие граждане уже попадались на эту удочку. Методы убеждения, они самые разнообразные. И мошенники, они, ну, хорошие актеры. Здесь у них зарплата зависит от того, сколько человека они обманут. Сейчас у МВД существует база данных с номерами мошенников, но, к сожалению, аферисты используют и другие номера-дублеры. Работники МВД России проводят работу с банками, и это уже принесло свои плоды. Работникам коммерческих организаций удавалось отговорить жертву мошенников, приходившую брать кредит. Участковые на закрепленной за ними территории встречаются с местными жителями, особенно пожилого возраста. Огромную роль вносят представители общественного совета и совета ветеранов МВД. Помните, полицейские никогда не просят граждан участвовать в поимках преступников. Банковские работники никогда не запрашивают полные реквизиты платежной карты, пин-код, срок действия, CVC-код, кода из СМС, логин и пароль к мобильному банку и интернет-банку. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть. Духанин Денис, Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41 канал. В 2023 году в Воронежской области произошло более 28 тысяч преступлений. Такие цифры озвучили на коллегии в региональном управлении Следственного комитета России. В среднем 77 в день, а всего 28 тысяч 302 преступления произошло в прошлом году в Воронежской области. На коллегии в региональном управлении Следственного комитета России подвели итоги работы за 2023 год. 7 тысяч 734 преступления – это тяжкие и особо тяжкие. В области произошло 86 убийств и покушения на убийство, 30 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также 35 изнасилований. Расследовалось 2670 уголовных дел, из них по коррупционным преступлениям – 188. По данным ведомства, уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Всего в прошлом году сумма причиненного преступлениями ущерба составила почти 900 миллионов рублей, из которых 654 было возмещено на досудебной стадии. Более сотни партий мясной продукции пришлось снять с реализацией в прошлом году, после проверок, проведенных специалистами регионального управления Роспотребнадзора. В 2023 году санитарные врачи проверили более 400 объектов Воронежской области, занимающихся производством и продажей мяса и мясной продукции. После того, как были выявлены нарушения при хранении, торговли без документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение персоналом правил личной гигиены, с реализацией пришлось снять почти полторы тонны мясной продукции. Виновные в нарушениях оштрафованы на 426 тысяч рублей. Подавляющее большинство жителей Воронежской области устраивает положение дел в стране. Об этом говорит исследование, проведенное Институтом общественное мнение «Квалитас». 68% респондентов считают, что страна развивается в правильном направлении. Причем чаще всего так думают люди старшего поколения. Это 73% ответивших из этой возрастной группы. 78% участвующих в опросе считают, что Россия – лучшая страна в мире. Причем наиболее состоятельные люди так отвечали еще чаще – 87% из этого социального статуса. Также положительные ответы чаще отмечались у жителей малых городов и сел. 76% респондентов активно интересуются внешней политикой страны. Не следит за внешними отношениями нашей страны в основном молодежь. Половина респондентов в возрасте до 29 лет интересуются этой темой. Олеся Алисюк, 41 канал. 15 февраля после оттепеля в Воронеж вернулись морозы. Ночью ожидается температура до 10 градусов ниже нуля. Пойдет небольшой снег. О том, что день грядущий нам готовит, расскажет Олеся Алисюк. Она взяла интервью у руководителя Воронежского гидромедцентра Александра Сушкова. После рекордных почти плюс 9 градусов 13 февраля, спустя сутки снова минус. Пошел переохлажденный дождь. Как результат в городе снова гололед. Вот до этого 13 февраля самая теплая погода была в 1989 году. Она составила 7,3 градуса с плюсом, конечно. А вчера было 8,8. То есть мы превысили рекорд на очень большую сумму, величину на 1,5 градуса. Но самое будет необычное и странное, что мы сейчас верим в то, что было вчера 8,8, практически 9. А вот уже следующую ночь у нас будет местами доходить до минус 15. Представляете, какой вот разброс. Ночью 16 февраля ожидается уже до минус 18 градусов мороза. Днем от 6 до 11 градусов со знаком минус. Без осадков. Гололедица на дорогах по-прежнему сохраняется. Много, по сути дела, от такой погоды неприятностей для населения. Вот травмопункты переполнены. Потому что вот на такую перехлажденную территорию поступила вот такая теплая влажная масса, которая вот привела к тому, что вот выпадающий дождь на этой вот перехлажденной поверхности застывал, что это приводило к гололеду. Вот гололед – это когда идут отложения ледяные на деревьях, на проводах, на земле. Вот. И наблюдалась гололедица. Гололедица – это когда вот растаявшая вода на поверхности, на дорожном покрытии, застывает ночью. Вот это вот было очень скользко. В результате вот такое большое количество травм. Морозы к нам придут из-за антициклона, приносящего в город арктический холод. Ну, радует то, что где-то к следующему понедельник у нас температура снова перейдет на плюс. Вот такое непостоянство. Вот. Но и вот в связи с тем, что мы живем вот в такие переменчивые условия, часто мы вот в терминах путаемся, начинаем говорить, что вот в результате ледяного дождя, вот сейчас вот в последнее время этот ледяной дождь довольно-таки часто используется такое понятие. Но ледяной дождь, так же, как ледяная крупа, это довольно-таки редкое явление. Поэтому вот то, что мы наблюдаем, когда выпадает обычный дождь на холодную поверхность и застывает на ней, это не ледяной дождь. Это обычные вот такие жидкие осадки в холодный период года. Каким будет март и весна, синоптикам предсказать трудно. У долгосрочных прогнозов очень низкая достоверность и оправданность. Нынешние резкие колебания температуры не позволяют получить более точные данные. Так что какой будет весна, мы обязательно скоро узнаем. Правда, тогда, когда она наступит. В Воронеже состоялась церемония возложения венков и цветов, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В мероприятии принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, мэр города Вадим Кстенин, а также жители Воронежа. Тему продолжит Виктор Шацкий. 15 февраля Россия отмечает окончательный вывод советских войск из Афганистана. Это день памяти военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата, призванная почтить память воинов-интернационалистов. Это день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. И сегодня 35 лет, как ограниченный контингент советских войск, выполнявших свои боевые задачи в Афганистане, был выведен в Союз. Война в Афганистане началась в декабре 1979 года. Советский Союз ввел войска для поддержания дружественного коммунистического режима. Тогда никто не мог подумать, что данный конфликт растянется на долгие 10 лет. К этому дню Министерство обороны России запустило мультимедийный историко-познавательный проект на дальних рубежах с Родиной в сердце, рассказывающий о героизме наших соотечественников. В рамках проекта, приуроченного к 35-летию вывода советских войск из Афганистана, были опубликованы документы из фондов Центрального архива Министерства обороны России. В военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. Из них 546 тысяч были непосредственными участниками боев. За мужество и героизм, самоотверженность и исполнение воинского долга орденами и медалями было награждено свыше 200 тысяч военнослужащих, рабочих, служащих Советской армии, говорится в сообщении Министерства обороны. После Великой Отечественной войны, Афганская война, почти 10 лет она длилась и прошла на плечах советского солдата прежде всего. Я имею в виду отрядового до генерала. Почтить память воинов-интернационалистов и возложить цветы пришло много участников боевых действий в Афганистане и неравнодушных жителей и гостей Воронежа. Николай Фомин пришел на мероприятие вместе с супругой. Он оказался в числе первых советских солдат, которые в декабре 1979 года вошли в ближневосточную страну. Я входил в декабре 1979-го, в 103-й дивизии служил. Так что впервые для всех это было. Горы, лес, ой, горы, а служили в лесах, болотах. Ну и охранял дворец правительства Бабрака Кармаля. Также мероприятие посетили губернатор Воронежской области Александр Гусев и мэр города Вадим Кстенин. Собралось у памятника воинам-интернационалистам и много молодежи из юноармии и кадетских корпусов. Это памятная дата для всех нас. Особенно для моих детей. Они помнят обо всем, где у них отец был. Мы потеряли более 15 тысяч, не вернулось с афганской войны. Но мы не должны придавать забвению и забывать о том подвиге, который совершили наши парни во имя защиты интересов России, Советского Союза, ну и последующей уже самой России. Они выполнили свой долг, присягу. Завершилась церемония маршем роты почетного караула. Виктор Шацкий, Валерий Бобкин, 41-й телеканал, Воронеж. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok